На медь не страдал, мысли залезли в голову и ну теребить. Хуже в шеи, тех можно керосином вытравить, а мысль ничем не возьмёшь, скребёт нутро. А как правильно жить? А можно? Или нельзя? Хочу то, что не имею, а что имею не хочу. Интересно то, что нельзя, а то, что можно, неинтересно. Вот всё, что составляет жизнь, скучно и бессмысленно. А ведь хочется жить интересно, радостно, осмысленно. Присел, взял карандаш, блокнот, сейчас запишу себе план интересной жизни. Вот ещё морока. Когда реальную жизнь критикуешь, так на вроде где-то в закромах души есть понимание, как надо. А когда пытаюсь в слова облечь это самое, как надо, ничего кроме мельчания не исходит. Ну и помыкался я к Соломону. Слышь, говорю, ты всё знаешь, всё испытал. Какой совет дашь, премудрый Соломон? Соломон помолчал. Такое впечатление, что не хочет и говорить. А может и не знает. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. О как! Душа не насыщается. Точно. У меня как раз то душа голодная и больная мысль мелькнула. Ну, я уже ощутил предвкушение радостного откровения. Соломон продолжал. Какое же преимущество мудрого перед глупым? Спросил мудрый царь и на меня уставился. Я задумался. Сразу возникли всякие академики прославленные, те, что властвуют над умами простолюдинов. А он говорит. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Вот те раз. Я ведь хотел как раз помудреть, чтобы изрекать слова чудные, чтобы было легче мозги пудрить. Когда мудрый скажет что-либо, особливо заумное, да еще и на греческом, тут сразу всем леют. О, говорят, это глубина. И смотрят мудрым в рот. Думают, там счастье и благодать. Но оказывается, там печаль. Соломон добавил. Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Парадокс. То, что лучше, оказывается, суета и печаль. Я аж скричал. Так в чем же радость жизни? Помолчал царь. Грустью лицо его благородное покрылось. Вздохнул тяжко. Суета, суета, сказал экресиаст. Суета, суета, все суета. Вот это да, все суета. Я аж поперхнулся. А что делать, царь? Спросил я, немного отдышавшись. Веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушай сердце твоей радости во дне юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Вот оно что. Значит, Бог на месте. Значит, все-таки суд. Слышь, Соломон, прошептал я обомлев. А где узнать мне про Бога и про суд? Он сунул мне в руки Библию и смылся. Сижу вот теперь, читаю Библию. Будто с Богом разговариваю. Или Бог со мной заговорил. Здорово, жизнь явилась. Рекомендую. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...